Руководит он или начальник регионального поиска спасателей? У нас задействованы 81 спасателей. На спасательных работают 20 человек в районе устала и выступают, прочесывают местность. И 61 спасателей прочесывают здесь от поселка Шахам, от газопровода в сторону автомобильной дороги. Район очень сложный, воротистый. Ждет очень плохо. Прочесаны медленно. Завтра мы будем дальше продолжать. На соседнем участке 203 полицейских. По спектрной дороге, по ЖД тоже будет. Наверное, тоже сегодня не смогут. Еще день. На данный момент прибыло 75 человек. Мы сейчас размещены в городе Карпевский. Мы там должны приехать еще. В каком количестве я точно не знаю. Ягова. У нас сейчас прибыли Курган 15 человек. Региональные отрядские переводы 26. Хандемансиль 20. Свердловск добавил еще 10. Песково-спасательные наши службы. Кирябинск. Кирябинск. 24. И на подходе 21 тюмень. Но они, я думаю, в 20 часам будут. Все размещены в Карпинске. В 38-й школе и в отряде, которым руководит Михаил Александрович. Все завтра, на завтра задачи. Мы не будем еще добивать этот посадок. Всей группировкой. Кирябинск. 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 И morning Faculty,краш calcium. Ох мы уже в 3 часах. По горячему меду мы поговорили с тем. В завтрашнем с червячей FROM А качество? Пока у нас есть на 5 суток, у каждого есть. Это указание регионального сайта. Но дополнительно мы сейчас и начнем с прихедами. Так, по главам муниципальных образований, Иван Иванович, заложи, пожалуйста, по обследованию мы поставили задачу. Крупных водоемов с силами муниципалитетов. У вас вопросы какие-то есть? Честное исключение. Упологили вот, заместитель отряда, он мой заместитель. По размещению. Проблемы на данный момент, весь прибыль сейчас остаток, о чем спорим. В 18 проекту, доложил Михаил Александрович. Тюмень будет через полтора часа. Я сейчас озванивался, что вы едете на отряда. Едет. Проблемы на данный момент нет. По объему работы, Песминские болота. Плюс у нас завершаются работы, и это еще и уступило, и устроило. И сегодня водолазная группа обследовала по данным 25 километров водоем. В районе поселка Казахстана. Севернее Серово. Ничего это не дало. Кроме того, у него прибыл эхолот. Начнем разрезы в серой холотом кнопке завтрашнего дня суперопад. По обследованию, у нас контрольный срок завтра 17.00, окончание работы, территории большие, и процессов 40 крупных, где-то территории полностью. Так, не знаю, что посмотрели. Волчат тоже посмотрели. Отдельные территории полностью. А вот наиболее отдаленные, Гаринские, Гаринские, там около Сосле, еще пока не все. Поэтому завтра 17.00, контрольный срок, получаем массы обследования с каждой киской подписанной руководителями. Значит, про размещение мы уже доложили. По Серовскому у нас размещается полиция. Там тоже все обеспечено, так? У нас 203 человека. Есть сотрудники, которые участвуют. Сегодня не было производить решение. Мы сегодня не было производить замену ОМОНа. Пришел ученик, у нас 20 человек. Мы после вечера в Гаринбург поработали по 3 дня. Потому что по 3 суток. И завтра закончим мы Грессаду. Грессаду территории большая сложно. Вчера, в середине сегодня все еще не закончили. В 9 часов года начали, мы зашли в лес, мы еще не закончили. Есть прокурсное обещание. Спасибо, здесь два администрации. Мы просто решили, мы не нашли, поставили. Завтра мы ее закончим. И завтра мы будем менять вечернюю минуту. Потому что придется 8 человек в 8, можно сказать. Постоянно 200 человек. И предложение мне то, что если мы будем перемещать, Михаил Александрович, то есть поиск выше, там 2 города. То есть уже, например, Мэри Собасный готовы. Не все сюда базируют достанет, мы еще можем бить, можем все уранить, понимаете. Но если вот это вот, сколько нужно настолько выстрелить, чтобы только базируют, чтобы не учить, да? По группировке, я сейчас разговариваю с начальником регионного центра. У нас в резерве в линии МЧС 60 человек личного состава солдат спасательного центра в Челябинской области. И 150 курсантов института ГПС города Екеринбурга. Ну, конечно, это не спасатели. Конечно, они не обучены. Их только вот как в полицейских можно будет, только равнинные участки, то есть в город, Асалате, Тайбу и Кутилов. Но это мы, я думаю, мы сегодня, я считаю, это преждевременно. Сейчас придут спасатели в полном объеме завтра задействуем. А тогда уже будем как раз, может быть, Ивде и Северо-Уральцев. Психологи, доклад. Уральский филиал собравительной психологической помощи. Это Дмитрий Иванович. Психологов работают три человека. Два психолога собравительной психологической помощи. Психолог главного управления и психолог системы РСЧС на горячей линии. Сегодня у меня 17 звонков, всего 149 звонков. Оказано экстренной психологической помощи родственникам 17, всего 161. Обращение родственников по сегодняшнему дню к работникам СМИ. Поступает информация. Информация им передается по интернету, по телевидению. Родственники цепляются за малейшую информацию. Срываются с мест, срываются любые места. Поэтому обращение такое. Давать СМИ только проверенную информацию. Только достоверную информацию. Иначе будет просто паника, просто ажиотаж. И вот здесь такая просьба. Срываются срывами. Допоносим, пожалуйста, по психологическому обещанию. Другие пилоты-психологов также вошли в управление социальной защитой. Асида психологов на Пушковской области. То есть там, где мы могли здесь люди и главные люди работают в режиме 12 часов рабочего дня. И также психологами могли еще в управлении у них делать свои. То есть сегодня психологическая служба вышла с предложением провести ротацию, потому что люди работают в режиме, поэтому мы сегодня обращаемся к процессу здравоохранения, чтобы привлечь специалистов для того, чтобы провести смену у нас на ЕБДС, на горячей линии, чтобы свежие, скажем, люди, потому что грузово все равно большое. Ну вот сегодня запрос, да? Каждый день, руководствуя вот отсюда штаба, я, Иван Иванович, Елена Владимировна, Игорь Юрьевич, все встречаемся и час отвечаем на все вопросы. Довольно, мы что-то поговорим. И здесь вот представитель от родственников, штаб, гражданин. Разрешите добавить, Денис, у нас создана резервная группа, которая находится в Екатеринбурге, то есть для оказания экстренной психологической помощи, она в готовность. И завтра прибывает еще один психологический план, который у нас так что-то. Понятно. Хорошо. Лесничество. Заложите на сегодня. Ну, лесничество, значит, у нас прошли они вчера вверх по Волчанке до Брода. Брод это где-то в 275-м квартале. Перешли его, обследовали 302-й, 303-й, 304-й квартал, и потом по квартале 305-го спустились на дорогу, на Черноречье. А сегодня они, значит, заехали от станции, от поселка Черноречье, от границы здесь с Карпинском лесничеством, прошли еще 4 квартала, 325-й, 326-й, 348-й, 349-й. Я вас попрошу, вывод, пожалуйста, Андрея Владимирович, вот эту всю информацию, вот перед вами. Да. Вот эту всю информацию после совещания надо, чтобы вынесли на карту. Юрий Итальевич, покажи. У меня карты. Ну ладно. Еще вопросы по лесничеству. Так, прокуратура транспортная. Следственный комитет на транспорте. Следственные действия проводятся, но также информации нет. Второго пилота почему он приехал? Техник, он допросил. Допросил в качестве свидетеля. Вы понимаете, что он убежать может? Он же уехал в Оренбург, а он в Казахстан. Ну, оснований для его задержания нет. Не законно будет, если его задержать. Не выезд, но можно, но от того. В каком основании? Ну, подозреваем. Ну, конечно, еще с ним поработать, мы детально уехали. Можно, наверное, просто, нет, если надо быть, вызовем. Приносите, мы все-таки еще с ним поработали по количеству топлива. И вот истинная картина, да, сока топлива, мы сейчас от этого идем, понимаете, у нас нет. Мы его не арестовывали, надо же с ним беседовать, беседовать, выяснить, что-то, чем-то. Спасибо. Спасибо. Спасибо.